Оперативники задержали 52-летнего жителя Канаша, известного в определенных кругах под кличкой Сынок, который более 11 лет находился в федеральном розыске. Его обвиняют в покушении на убийство. Подробности этой истории в следующем репортаже. Этого мужчину канашская полиция разыскивала 11 лет. Беглес был задержан благодаря профессионализму оперативных сотрудников. Несмотря на молодость, глаз у полицейских оказался наметан. Они заметили мужчину во дворе дома и опознали в нем того самого разыскиваемого. Хотя во всех полицейских ориентировках его фото 11-летней давности. Он пытался представиться под чужим именем, называл фамилии другого человека, своего одноклассника, однако при нем не оказалось никаких документов, в связи с чем он был доставлен в отдел. Все произошло 28 декабря 2001 года. В одном из кафе по улице Московской города Канаша обвиняемый встретился с приятелем. Между ними завязалась потасовка. Он произвел не менее трех выстрелов в ранее судимого жителя города Канаша, который впоследствии, благодаря оказанной ему квалифицированной медицинской помощи, остался жив. По словам обвиняемого, все эти годы он провел в районах Крайнего Севера. Последнее время работал монтажником строительной организации города Нягань. На малую родину не приезжал, боялся быть отомщенным. Все эти годы мы его разыскивали. Была у нас оперативная информация, что он проживает в районах Крайнего Севера. Изредка, без документов, приезжает сюда. И в это время у нас была информация о том, что возможно находится на территории города Канаш. Свою вину ранее неоднократно судимый мужчина признает частично. Мол, убивать никого не хотел. В тот же день предварительное следствие по уголовному делу было возобновлено. Обвиняемый был задержан. По ходатайству следователя в отношении него была избрана мера пресечения. В виде заключения под стражу предъявлено первоначальное обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. То есть покушение на убийство человека. Ему грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы. Точку в этом продолжительном деле поставит суд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова